Двадцать третьего на ночь я проснулась где-то полдвенадцатого ночи. Почувствовала запах, разбудила я мужа. В доме были муж, два сына, дочка, я начала их спасать. Девочка спала на втором этаже наверху. Мальчики мои спали на диване, смотрели мультики, ну, как обычно дети. А мы с мужем спали в спальне на кровати. Но в течение 15-20 минут все сгорело. Получается, ваша девочка спала на двухъярусной кровати наверху. Огонь вот так пошел, а у нас гипсокартоновые потолки были красивые очень. И вот с поверху пошло, ее задело. Как мать, ну, я оказывала ей помощь, схватила ее резко, вытащила на улицу. Как мои детки спали в трусиках, так и они уехали. Мы с ней в больницу, мы ее повезли сразу в скорую помощь. Сразу. Я даже ни минуты дома не оставалась. Сразу. А что здесь творилось, я не видела. Алла-эшкур в нормальном состоянии. Давление в норме, температуры нет, аппетит хороший. В понедельник еще будет врач, но по факту все хорошо. Ну, наверное, скорее всего, от щитка сгорел. Шифонер, ну, шифонер там четыре года стоял. Шифонер прикрывал щиток, но у нас шифонер на этом месте стоял четыре года. Ну, если бы, как говорится, бульсей, да бас командован охуяря, да и вообще печку бы даже не топило бы, ей-богу. Муж звонит, говорит, все сгорело. Нам бы помощь оказать. Мои дети уже домой попросятся, плачут все. Помощь бы нам оказать. Вот это все бы привезти, как было. Мои дети, что они плачут, сидят у бабушки, плачут, плачут. Мои дети, что они плачут, сидят у бабушки, плачут. Мои дети, что они плачут, сидят у бабушки, плачут. Продолжение следует...